Туши, туши Всем привет Давай бокалы Олег, зачем ты льешь мимо? У нас есть камин, свеча и пижама моя И вот они все такие же горячие, как наши с Олегом чувства друг к другу Которые вы изложили на бумаге Это ваши фанфики Я не знаю, зачем мы будем читать шепотом эти фанфики Наверное, потому что у меня мама дома Так будет только горячее А смерт Мы еще не успели прочитать эти фанфики Поэтому мы будем читать эти фанфики Фанфики, фанфики, фанфики С-с-с-с-вами Слишком жарко от этого всего Предлагаю скорее начать Нежнее Хорошо Первый фанфик называется Тот самый Шарф Обычное утро Воскресенье Настя открыла глаза Сразу взяла телефон И увидела на экране сообщение от Олега Доброе утро, солнышко Подобные сообщения она получала почти каждое утро Слова солнышко Котик считались обыденностью Это была своеобразная френд-зона Какая я сучка На этот раз она ответила Доброе Точка, точка, точка Встретимся в 5 Олег бросал все ради Насте На прогулке Настя, пойдем в кино Пошли После фильма Настюша Кошмар В смысле, кошмар Когда я тебя Настюша называла? Никогда Что кошмарного в слове Настюша Настюш, слушай Чего? Ой, смотри, какая собачка Перед ними бегал маленький, миленький щенок Настя надула губку Надувай губку Олегу пришлось купить корм Они его покормили Так чего ты хотел? Я тебя люблю Не по-дружески М Настя очень растерялась Она не могла разобраться в своих чувствах Вдруг Олег резко развернулся И быстрым шагом пошел в сторону своего дома Олеж, ты чего? Настя попыталась побежать за ним Поняла, что это бесполезно На следующий день Настя, как обычно, спала Спи Ее разбудило уведомление Ты чего пугаешь? Снова сообщение от Олега Прощай, зайка Я тебя очень сильно любил И эта любовь меня покупила Настя резко схватила рюкзак и взорвалась с места Она села в первую маршрутку У нас маршрутки не ходят И поехала домой к Олегу Настя забежала в квартиру Олег, пожалуйста, где ты? Девушка заметила открытую ванную дверь комнаты Войдя в нее Она увидела лежащего в ванной Олега Всего в крови Олежа, зачем? Меня никто не любит Я никого не душу Подожди Ты признался мне в любви Просто потому что тебя Потому что тебя никто не любит Только поэтому Открывай шампанское Мы переходим к следующему фанфику Потому что этот оскорбил мои чувства Нашла Чертов твиттер Твиттер, твиттер, твиттер Настя всегда твердо знала Что у популярности есть своя неотъемлемая часть Слухи и фантазии подписчиков Особенно, когда ты несколько раз подряд Выкладываешь видео со своим Лучшим другом Ведь большинство, как по щелчку пальцев Начнут считать, что скоро ваша крепкая дружба Перерастет в крепкую любовь Или заметят, с какой нежностью вы смотрите трех На самом деле, это даже забавляло И выглядело совсем безобидно И порой пробуждало желание У самой пошутить на эту тему Или снять очередное видео Где она бы заценила творчество своих подписчиков Вторая идея привлекла внимание довольно сильно Так почему бы не попробовать? Мне кажется Или Настя с Олегом уже зачали Зачали, зачали Чтобы ребенка поимели Короче, от переглядок От наших переглядок У нас ребенок зачался И тут же смотрит прямо в карьи глаза подруги Смотри в глаза Которая вторит действием Олега Заглядывая в его глаза Спустя несколько минут до таких переглядок Настя родила ребенка Нет, ты конечко Ищипаешь меня в плечо Ищипай Я буду как Дева Мария А кто такая Дева Мария? Иисус откуда появился? Она же ни с кем ничего не делала А он Да Олег в очередной раз заливается смехом Вновь возвращаясь к экрану компьютера Олег явно знает Насколько хорошо целуется Анастасис Вновь зачитывает парень И оборачивается Наблюдая за глупой Ухмылкой Насте Она ровно как и ее друг Никогда не задумывались об этом Твит явно пробудил в ней какое-то истерично детское желание Пошутить в ответ И она уже потянулась за своим телефоном Спасибо Еще этот злосчастный твит У меня нет твитера На какой-то момент даже показалось, что весь твитер трогнул Стоило ей всего лишь ответить на него Действительно знает А еще знает Для чего нужен язык Язык И как пользоваться И теперь смехом уже заливается она Видя сколько ответов ей пришло за столь короткое время Заливайся Ой И она приходит в некоторое недоумение Замечаю Что Олег перестал улыбаться И стал каким-то слишком сосредоточенным И еще больше недоумевает Стоит Олегу подняться со стола И подойти к Насте ближе И что ты делаешь Даже после фразы Проверяют догадки того фаната Замолкает лишь тогда Когда друг приближает ее лицо К себе И припадает к Блядкам К губам Которые отвечают на поцелуи Че так громко целуешься? Что ж Ты правда хорошо целуешься Шепчет парень Замечаешь, что они С Настей все еще Неприлично близко К друг другу И как нервный смешок Срывается с губ подруги Которая тут же потянулась к нему Со вторым поцелуем Будь только проклят Этот черт в твиттер Жрать же захотелось После страстных поцелуев Настя и жук Мне обидно Какой в жубу жук Почему не мужик А жук Я там тоже буду Я хочу мужика А не жука Настя звонит Олегу Нет, это я должен говорить Говори Настя звонит Олегу Алло Алло, что случилось? Иди сниматься Ну ладно Две секунды Настя застилала постель Чтобы не получить По тыкве От Олега Абьюзер Бьешь? Настя открыла дверь Олег снял одежду И они начали Снимать видео Ты пожалуйста Процесс съемок Настя говорит жутку И прерывается Что такое? Настя, что с твоим лицом? Жук, убей Олег ржет Ржи Олег Сейчас в окно его выкину А что ты такой спокойный? В окно его выкину Выкину в окно Жука Сейчас в окно выкину Иди за жуком Иди за жуком Олег дошел до жука Так, это типа Мотылек Он будет жить с нами Он милый Настя положила мотылька в банку И назвала его Павлик Павлик, 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 Павлик Настя, Олег и Павлик Жили очень хорошо Но потом Павлик Мужик сбежал от тебя Не мужик, а даже жук Не только мужик, но и жук Я здесь Ты не мужик Вот это мой идеал Настя, Олег Это был обычный ноябрьский вечер Олег был в гостях у Насти Они сидели на диване и пялились в телефоны Нет, знаешь Я так не делал И тут Анастасия припомнилась Что когда они говорили за фанфики В видео Олег Чего? Покажи, что прочтил Фанфики про нас Настало время Анастасия тут же начала что-то писать в своем паблике Паблики, 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 паблики А после ей пришла гениальная идея А ну иди сюда Сфотографируем самое сексуальное Сексуальное, сексуальное, сексуальное Сексуальное, сексуальное Что у нас есть И они зафоткали свои вторые подбородки Подбородки, подбородки, подбородки И пока Настя выставляла все в свою группу Олег с грустью поглядывал на свой предмет обожания То есть мало того Что у меня вместо мужиков жуки А еще и предметы Мысли Олежки Эх, она совсем не замечает того Как я к ней тянусь Я больше не могу это терпеть Олег, встрепенувшись Встрепенялся Приблизился к девушке Набравшись больше решимости Олег положил широкую и теплую ладонь На ее плечо И притянув к себе Бился страстным и горячим поцелуем Да не слышно ее губы От такой неожиданности Анастасия раскрыла глаза Едва промычав Я еще и корова, понимаешь? Корова, корова, корова Тут же вцепившись в набористые плечи парня Сжимая их в пальцах Но Олег не собирался сдаваться Пути назад уже не было Свободной рукой он обвил тонкую талию Ой, видите как? Это не про меня, фанфик И притянув к себе еще теснее Лишь углубил поцелуй Проводя кончиком влажного языка Погромки ее губ Что такое громко? Типа, как у бутылки Ой, пушечки Сердце юной героини быстро забилось Крудь вздымалась вверх У меня нет У меня нет груди Олег плавно уложил Настю на кровать Посмотрев в ее темные и красивые глаза Спасибо Ее щеки горели от румянца Прикрыв глаза Парень склонился, прижавшись губами к светлой коже В зоне шеи Обдав ее тут же горячим дыханием Оставляю после себя на шее маленькие бордовые сосуды Настя, я хочу тебя В джинсах стало тесно Жрать меньше надо Свободной рукой он мельком пробежался по ее талии Ведя все действие вниз Оказавшись на ее ширинке Он ловко и быстро пальцами снял петлю с пуговицы И расстегнул молнию на собачке Нагло запуская ладонь под ее нижнее белье Настя вцепилась обеими руками В его запястье Я не готова так быстро Мы же друзья Я давно не считаю тебя другом Хрипло проговорив это он взял за руку и приподнес ее ладонь К своему выпирающему сквозь ткань джинс Твердому предлагаю заменить словом пиписька Пиписька, 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 пиписька И она не умела сжала его достоинства Составив Олега проскулить от возбуждения скулить Но тут дверь в комнату Насти приоткрылась Отчего парень и девушка обернулись на скрип А в дверях стоял кот Тихон Вот это поворот Мяу Ну что, дорогие друзья Хотела эффектно закончиться Получила ожог Спасибо вам за просмотр Надеюсь, вы уснули на середине И не услышали того, что услышали мы Мы вас всех безумно любим Целуем, обнимаем И всем пока-пока Пока-пока-пока-пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok